Всем привет народ, с вами Варчик. Поговорим про линию фронта. В прошлом году все было очень как-то замудренно сложно было много этапов нужно было набивать 30 уровень потом сбрасывать его и снова набивать 30 уровень и так пару раз причем каждый этап у нас имел ограничение сколько раз мы можем там сбрасывать 30 уровень чтобы получать очки и снова их набивать в этом году все намного проще ничего никуда сбрасывать не нужно будет у нас будет всего лишь 15 уровней для того чтобы набить 15 уровней придется примерно набить столько же опыта сколько и в прошлом году 30 уровней у нас будет 4 этапа линии фронта и 4 этапа стальной охоты на каждом этапе у нас будет неделя за эту неделю нам нужно будет набить просто 15 уровень за каждый уровень нам будет даваться награда награда намного меньше чем в прошлом году награда вообще просто смешная по скребли там где-то по сусекам с дороги пыль смели там у бомжа бутылку забрали собрали это все в кучку и назвали наградой за линию фронта просто ни о чем мусор какой-то теперь не будет возможности пропустить какой-то этап а потом в следующем наверстать упущенное и накатать столько чтобы нам хватало на танчики пропустил этап все один танк ты не получаешь таким образом главные награды виде возможности выбрать два танка девятого уровня будут доступны только тем то все 8 этапов дойдет до конца и понабевает в каждом этапе 15 уровень если вы один раз пропустили то можете еще три этапа пропускать то есть если вы одну неделю когда-то не сможете поиграть и набить 15 уровень то можете смело пропускать 4 недели можете их размешать пару недель там допустим пропустить в линии фронта пару недель в стальной охоте можете пропустить только линию фронта, сами думать, сами выбирайте. Но если мы 4 этапа дойдем до конца, мы сможем выбрать хотя бы один танчик. И здесь конечно же на первый взгляд мне бросается в глаза французский футюр шмутюр, который по геймплею будет примерно напоминать скорее всего бураска, которого мы недавно получили за марафон, если получили. Танк быстрый, с хорошей максималкой, плохо поворачивается, говняненький такой обзор у него, который в принципе можно разогнать будет при помощи экипажа модулей и так далее. И самое интересное это у него пушка. Барабан, 4 снаряда, отличное пробитие, отличная точность, отличное сведение, что скорее всего будет очень хорошо играться в рандоме. Ну и еще один танчик, который можно будет тоже выбрать, это советский тяжелый танк. Вроде как бронированный, пушка там какая-то кривая с пробитием. В общем все то, что мне нафиг не всралось, когда я играю в картошку. Тут уже на свой вкус и цвет выбирайте сами. Позже мы еще поговорим про эти танки. Но я уже сразу говорю, что скорее всего я буду брать француза одного, если пройду всего лишь 4 этапа. Если пройду все 8 этапов, то конечно я возьму и французский и советский танк, поскольку фейс 1 у меня уже есть. Ну а так предварительно я бы расставил их по своему приоритету следующим образом. Но это только на первый взгляд, не играя на них, просто так вот издалека глянул на них. Мне кажется, что самые интересные из этих танков это французский, потом идет фейс 1, ну и советский танк в конце. Это не значит, что он говно, просто это на мой личный вкус. Если вы знаете, как я люблю играть, то вы поняли о чем идет речь. Итак, теперь давайте поговорим про линию фронта. Вот нам надо будет набить там 21 тысячу опыта. Для этого нужно будет брать звание как можно лучше, желательно генерала, чтобы как можно быстрее это все пройти и потратить как можно меньше времени. Как в линии фронта сейчас лучше всего получать генералов. Для начала нужно выбрать правильный танк с нужным геймплеем. Карты у нас очень большие, очень много быстрых танков, нам нужна хорошая точно стабилизированная пушка, нормальный обзор и большая скорость. Это у нас имбовые ЛТшки и СТшки. Допустим, Бураск за марафон очень хорошо подходит под линию фронта. На нем набивать звание вообще изи. Также колесник подходит, ну и какие-нибудь еще ваши любимые ЛТшки на ваш вкус. Также имбовые СТшки. Здесь очень разные могут быть СТшки. И чуть более бронированные, и чуть более быстрые. И прожета, и химера, и еще что угодно. Что вам нравится. Что по фарму в этом режиме? Фарма просто нету никакого. Я не вижу смысла сидеть в линии фронта фармить серебро. В рандоме все фармится намного быстрее. Да, конечно, в рандоме статистика идет в вашу статистику. Но если вы играете нормально, то ваша нормальная статистика идет в вашу нормальную статистику за хорошие бои в рандоме. Чего вам переживать? Об этом могут задумываться я не знаю даже кто. Серебро за продолжительный бой дается не так уж и много. Очень часто в линии фронта вы будете получать столько же серебра за 20 минут боя в линии фронта, сколько и получите в рандомном бою, который длится пару минут. Поэтому я, честно говоря, не вижу смысла вообще никакого в линии фронта. Это просто место, где приходится находиться какое-то время, чтобы получить главную награду в виде танка девятого уровня. Больше этот режим лично для меня вообще никаким боком нафиг не нужен. Ни как фарм, ни как интересное место, где интересный геймплей. Мне там нравится находиться. Ничего мне там не нравится. Ни режим, ни геймплей, ни фарм серебра, ничего. И награды за уровни, которые я там набиваю. Тоже параша полная. На мой взгляд, линия фронта это режим, чем он понравился с самого начала. Тем, что там люди очень много стрелялись друг с другом. И не так уж много там было поначалу всяких ЛТшек. Тем более колесников их вообще не было еще, когда линия фронта только первые разы появлялась. И люди просто стрелялись там на тяжах, на СТшках, на ПТшках. Набивали друг на друге много урона. И тем самым они и получали то, что хотели от игры. Они стреляли, ездили на танчиках. И после боя видели большую цифру фарма серебра. По 500 тысяч, по 600, по 400. Даже за плохие бои можно было вывозить там по 350. Сейчас за хороший бой ты нифига оттуда не вывезешь. Фарм был очень лютый. Это ей нравилось. Много стрельбы, много фарма. А сейчас что в линии фронта? Она превратилась в какой-то автодром. Причем в лесу в каком-то. В лесу, где под каждым деревом валяются какие-то пьяницы и алкаши. Лесной автодром там просто на мопедах там туда-сюда все гоняют. Это линия фронта сейчас. Никакого геймплея особо приятного я там для себя не ощутил. Фарма там тоже нет. Если я включу максимального терпилу, я смогу пройти 4 этапа линии фронта. Но зачем это делать, я не понимаю. Стимул у меня только один. Получить два танка девятого уровня, чтобы вам их показать. Но скорее всего из девяток я буду играть только на одном. На французском. На советском и на фейс-1 играть мне не хочется. На фейс-1 не хочется, он у меня уже в ангаре есть. На советском скорее всего не захочется. Но я об этом знать точно не могу, пока не поиграю на нем. Больше стимула играть никакого нет. Также еще в прошлом году можно было получать резервы на серебро. В этом году, как говорит картошка, резервы можно будет получить только после того, как ты набьешь 15 уровень. Там начнут давать какие-то тебе задания. За них уже в награду будут давать какие-то там резервы. Какие именно, непонятно. И зачем уже играть после 15 уровня, если ты уже все очки, которые можно было получить за этап, получил. Тоже непонятно. Короче, сделано все. Такое ощущение, что не шаг вперед, а как обычно шаг назад. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока.